Приветствую вас. Я больше склоняюсь к тому, чтобы определить ситуацию как неоднозначную, но очень вредную для вас. То есть у мужчины, безусловно, есть свои какие-то моменты, свои какие-то желания, мотивы поступать определенным образом, и вам совершенно бесполезно пытаться понять, что он, например, хочет сказать, к чему он стремится там и так далее. Потому что это ни к чему хорошему не приведет. Совсем. Что-то заключается в том, что вы после расставания с мужчиной и после того, как он вас оскорбил, я, правда, не понял, свои фото выложил или ваши, вот так однозначно говорить, как моя коллега, я бы не стал. Потому что непонятно. Но, тем не менее, оскорбил он вас, это очевидно. И вы после этого от него ушли. То есть вы поступили здесь правильно, вы сделали верный шаг, вы ушли от него. В этом плане вы молодец. Но, тем не менее, после ухода вы все равно думали о нем все эти полгода. То есть, забыть вы его не могли. И вот здесь возникает уже к вам вопрос. После того, что мужчина вам сделал, вы все равно думаете о нем, тяготеете к нему и в итоге пишете ему. То есть, как бы прощаете его за то, что он сделал, при том условии, что сам он не раскаивался и как бы не давал вам понять, что сожалеет. Да, когда вы ему написали, он сказал, он сказал, да, он сказал, что ему жаль и так далее. Это понятно. Но простите. 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 И возникает вопрос. Почему? Почему? Почему он не пошел на примирение с вами сам? Ну, наверное, потому к нему это было не нужно. Наверное потому, что для него это не так уж и важно, но вот очень важно для вас. И главный вопрос, почему это так важно для вас? Вы потеряли что-то, когда мужчина от вас ушел, это очевидно, чего-то вы лишились. Так вот, давайте подумаем, почему вы думали о вас, то есть о вашей паре, хотя скорее всего никакой пары не было уже и нет. Что заставляло вас раз за разом возвращаться к мыслям о мужчине, несмотря на то, что вы расстались и расстались довольно на плохой почве. Что заставляло вас простить мужчин. Вот об этом постарайтесь подумать. Это для себя постарайтесь выяснить. А не пытаться уловить в словах мужчины и в том, что он, например, вам говорит, заявляет и так далее. Что-то глубинное, какой-то тайный смысл. Вот этого делать как раз и нельзя, не нужно. Ни к чему хорошему это не приведет. Так, на крайней мере, вас. А мне бы хотелось, чтобы вы сами для себя определили бы такой важный аспект, как потребность. То есть вот какую потребность и в чем вы перестали реализовывать, перестали удовлетворять после того, как мужчина от вас ушел. И вот если вы для себя сможете на это ответить, то будет понятно, в чем именно вы потеряли, в чем именно вы проиграли. Что вы перестали для себя получать. И это значит, что вы сможете восполнить то, чего вы лишились. И тем самым стать независимой от человека и, соответственно, не думать о нем так сильно. И не тяготеть откровенно к нему. Не позволять ему с собой пользоваться. Для этого, может быть, необходимо поработать как с вашей самооценкой, так с вашей уверенностью в себе, с вашей любовью к себе. С сознанием того, что вы ничем не хуже других. И так далее. Так и, собственно, с тем, о чем я вам сказал. То есть непосредственно с вашими желаниями. И вот это, в принципе, вы можете сделать это сами, но эффективнее будет, конечно, с психологом, помочь вам избавиться от зависимости от молодого человека. И тогда то, что он сказал, тогда его слова, вот сами по себе, его слова, они не будут иметь никакого значения для вас. Потому что вы уже будете независимы от него. И какая разница, кто что сказал, кто что подумал, совершенно не важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.